МОЛДОВА Вот смотрите, представили, состоялся референдум в Молдове сегодня, через полгода, через год. И большинство, а сегодня большинство сторонников таможенного союза, большинство проголосовало за вхождение в таможенный союз. Вступила Молдова в таможенный союз, стала членом таможенного союза. Но в это время противники молдавской государственности готовят свой референдум, накопляют критическую массу сторонников объединения с Румынией. И они через 5-7 лет проводят референдум о вхождении, об объединении с Румынией, Молдовой с Румынией. Провели референдум, их оказалось через 5-7 лет, их будет большинство в Молдове, об этом стоит все исследование. Молдова влилась в Румынию, растворилась в Румынии, нет такого государства Молдова. Что нам дает таможенный союз? Нет государства Румынии, республики Молдова как государства нет, а таможенный союз, мы в нем как бы числимся. Хотя автоматически вылетаем оттуда. То есть это вопрос или это ответ? Вот вопрос. Вот вы можете, вот спрогнозируйте такую ситуацию, а все движется в этом направлении. И я снова задаю вопрос, а мне кажется, что в этой ситуации эта тема для Молдовы уже устарела? Значит нет, мне это не кажется, вы как-то так чересчур размыто, все через 5-7 лет, даст Бог, проживем 5-7 лет в таможенном союзе, и будем развиваться, выйдем на другой уровень развития, и ни о какой Румынии или о чем-либо другом разговора не будет. Кто окрепнет? То есть у нас сегодня в Молдове где-то порядка 70% протестного электората, да? Стоит обсуждать это или это так? Почему он возник этот протестный? По отношению к кому он протестный? По отношению к действующей власти, к реформам, к вектору интеграции и так далее. Так вот, из них 65% это абсолютно точно, это сторонники близких отношений с постсоветским пространством. То бишь сегодня постсоветское пространство, оно несколько разношерстное, то есть часть республик ушло в Европейский союз, другая часть по указке Соединенных Штатов каким-то образом развивается. Но три основные, это Россия, Беларусь, Казахстан объединились, да? Киргизия и Армения где-то близко движутся в эту сторону. Таджикистан тоже. Поэтому это объединение, если вы наблюдаете за новостями, сегодня проходил некий форум, саммит в Китае, сегодня было его открытие. Значит, совершенно четко понятно, что формируется огромная глобальная структура экономическая. И то есть те задачи, которые перед собой ставит руководство Российской Федерации, это не таможенный союз. Он сегодня таможенный, а это огромный блок евразийский. Так что, когда мы говорим сегодня о таможенном союзе, поскольку сегодня это единственное объединение, в рамках которого объединились эти три страны. Дальше это будет Евразийский союз, к нему присоединятся еще ряд стран и так далее. Поэтому, изменив ситуацию, мы абсолютно четко понимаем, что вхождение Молдовы в таможенный союз даст экономический рост. Соответственно, никакого объединения каких-то антироссийских сил не может происходить, поскольку в стране наладится жизнь, экономика, качество жизни и так далее.